Ребятки, всем доброе утро. Собственно, пришел интернет, все сделал. Дополнительный телефон, который у меня стоял в Redmi. Рядом. И штатив мне пригодился. Теперь я смогу туда установить KIK, либо подключить Twitch дополнительно. Сейчас у меня появилась, так сказать, симка MGTS. Но она, правда, пустая, но хотя бы там код подтверждения приходит на нее. Я думаю, можно и KIK подключить к ней. Видит свой счет, очень удобно. Потом зацените, я покажу, как все на рабочем столе я с помощью этого гимбла прицепил. Это просто топово. Теперь я могу идти леву посмотреть на его телефон. Конечно, он простенький, нацепный. Плачет у меня 550 рублей в месяц. В принципе, все быстро установили. Там на самом деле надо было просто приклеить коробку. Коробку это приклеили, все аккуратно, как бы он сделал. То есть не мешает интернет, который был рядом. И все. Я уже успел подключить, собственно, на этот... На телефон свой... Wi-Fi и как бы четко. Осталось реально скачать приложение и айда в путь. А сейчас я иду в магазин, купить, поесть. А потом уже ждет меня продуть, собственно. В общем и целом. Погода вполне себе. Не знаю, вот насчет идти в косухи или так. Я думаю, что лишний раз заморачиваться. Пойду вот так. В принципе. Станы, наверное, постираю завтра. Так, в целом, неплохо. Сейчас главное купить поесть. Как бы и вот он, выходной день. Начался. Начало. Где-то в 11.50, в 11.40. Сейчас все сделаю. Сейчас где-то 12.40. Вот за час. Все сделаю. Летит, конечно, время. Ничего страшного. Выходной особенно ценно, потому что время как бы чисто твое. Поэтому хочется как бы не тратить его. И все успеет. Такую картину, короче. Но чувак сказал в пятерочке. Типа, оказать паспорт мужику. Ну, мужик как-то паршиво выглядел, какой-то колдыр, алкаш. И он спрашивает, а какого года рождения? Типа, 96-го. И я такая, типа, вспоминаю просто детство. 96-го. Ну, это вообще, типа, мелкий. На самом деле, я вот 94-го года. А это 96-го. То есть, ему сейчас, получается, 27 лет. Он выглядит, как кусок говна. Ну, то есть, вообще, я мега ужасно. Это вот насколько бред алкоголь. Ну, знаю, я вот часто, даже когда там заходят колбери какие-то, ну, типа, прям лютое отвращение к алкоголю. Как вообще, что происходит с человеком после синевы. Но я считаю, что это самое тупое, что можно делать. Бухать, типа. И вот, просто кринж. И у меня просто, знаете, в дрожь бросил, что 96-го года рождения, там, сможет, вот, чел. И я, с одной стороны, такой думаешь, ни хрена, типа, или это тебе, Влад? А с другой стороны, ни хрена, ты сохранился, как бы, и плюс, и минус. Типа, и такое, это, конечно, кринжовая достаточно ситуация. Он еще с таким укором, типа, 96-го, а-ля я же 96-го. Типа, я уже такой, этот... У меня уже больше 18. Таким укором, типа, сказал. Это слива. Они взяли там с чуваком, другим алкашом. Адреналин, бухло и еще что-то. Это, не знаю, я просто это вот как-то в контексте вырезала, ну, по ушам. Типа, 96-й год рождения и такая тема. Я реально, я почему-то вспоминаю, вот у меня такие ассоциации, что когда мы были детьми, всегда казалось, вот, там, на пару лет моложе, что это овер какие-то, типа, мелкие. Особенно в школе, там, если ты в десятом, это вообще восьмой класс. Ну, типа, восьмиклассники. И тут, и вот, как бы, там зависло потом. Ну, просто у меня в кругу общения, по-моему, нет никого. 96-го года, хз. Есть только старший, как бы. И, да, у меня вообще круг общения-то достаточно маленьких. А, либо я просто не помню, какого года рождения, чуваки. Ну, в основном, там, что на работе, что вот китуха, как бы, мои кенты, там, из Орла тоже, они все старше, как бы. А им, можно, там, 32-33, вот такой, 30, вот такого возраста. Смотрю, камера стоит, ну, и хотел наклейку сделать с утра. Там, там, прям, камера чисто мне в лоб смотрит. Кринь. Лёточки. Прическа, конечно, ну, видите, без укладки, жёстко, но зато легче, в плане того, что хотя бы она расчёсывается, весь вот этот вот красный волос, который я красился, чтобы вы понимали, как тест, 7 месяцев назад, чуваки просто попросились тестировать краску, вот, 7 месяцев назад, и смотрите, у меня до сих пор цвет. Это, причём, у меня такой отстойный шапун, простой вообще, 2 литра. Контрольная закупка, собственно, шоколадка, вот, и вот это. Это тебе есть. Ну, всё взял, как бы шнур взял, добавить дополнительный пауэрбанк, который мне сейчас не спасал. Смотрите, есть такая штучка, конверс, это вот от этих рассолок. Выкидывать жалко стало. Вот дома. Балло ли кому нужно. Я хотела бы, конечно, повесить куда-то. Но тут что-то особо нет места, куда, собственно, приклеить. А так, в целом, будет. Чтоб не терять овер много времени, дай, думаю, выйду в центр. Оплатил, собственно, троиту. Всё, задачи на сегодня удают. 273, что ли? Мега затратный день. Ну, что ж, надо. Пока вышло с домом, плюс еда, 550, ещё еда, там, 200 с чем-то. 720 рублей нет. Раз ещё, 2700. 3 с чем-то в метр, 3,2,3,4. Субтитры сделал DimaTorzok по центру. На самом деле ветер достаточно сильный и куртка была точно не лишняя. Гуляя по центру, можно пару футажей уже набрать. даже у меня, в принципе, это получилось. На самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok достаточно калорий разные дворы через знаете о чем подумал было бы топово реально собраться на два дня но потом может через полгода или год но какое-то свое время раз так собраться на два дня в питере и домой тоже сгонять было бы неплохо но пока нравится тут балдежные есть что снимать так что наслаждаемся момент просто быстро полетает время эти дворы и то что ты так себя переосилила раз и вышел и начинаешь снимать мера натолкнула на мысль вот какой-то полный свободе а вот этой информации который я допустим закидываю ролики там шорсы в метро и знаете стало как-то интересно реально мир же информации как бы ты должен ее как -то нормально генерировать потому что ее over как много чтобы она была интересна он деле что я говорил аудитория сейчас растет и растет причем сама и я вообще об этом не думаю мне просто параллельно мне главное получать удовольствие то что я делаю снимает классные кадры и прочее вчера подарили дот плюс это видите вот игровой не так сильно как бы развивается но все равно потихонечку потихонечку идет вижу но скорее всего я просто не успеваю там закину терялся по доте и прочее но и конечно этого скилл еще не тот нужно учиться получше тогда уже да то что такая пятница ностальгия пошел вот парк я вспоминаю когда просыпался дальше в баре работа там 9 лет назад с 10 сколько тоже прошло до 9 9 8 что такое но просыпался и вот здесь гулял потому что же там была как верну квартира оля 20 человек в трешке и двадцать три человека в трешке ну то есть по 12 человек в комнате и 23 там больше 12 человек и столетику ну понятно что некоторые там места не были заняты это 1 2 1 2 место все равно было прикольно интересно даже я там готовил еще успел готовить на кухне сидел какой-то кринжоу реально когда я выходил на работу человек лежал труп кринж был тоже какой-то не знаю строитель я не видела не общался к строительной бригады соседней комнате что такое кредоу тем более центр москвы это вот много лет назад не знаю существует там до сих пор существует интерес это видите это как бы не организаторы виноваты это вот именно просто сами люди очень много таких привычек дурных а из-за того что безалаберно и слишком долго какой-либо путь люди ищут легкий на валим кровь принципе ничего не бывает на самом деле вот самое главное наверное процесс вот когда есть наслаждение от процесса что для меня важно то как бы она все идет потихонечку это не имеет значения быстро не быстро она все просто развивается идиот и ты развиваешься вместе с этим всем то есть не знаю сейчас вот у меня нет такого что у меня нечего заняться то есть нам должна стать и знакомств чиха пишет что-то а ты тут так а безделье либо пообщаться пообщаться какая-то вообще не хочу это поймался на мысль безделье когда свободный не знаю там минута десять минут его сразу что-то делаю двигать такого нет это то редко захожу это больше кринс там найти просто кого поснимать я так не знакомствующих не знаю почему так сложилось просто какой-то ритм я в этом ритме живу много сладкого шоколадку который брал утром нормально заряд будет энергии терочка возле дом что-то у нас подорожало там даже нет вредные лапши для нормальной цены как-то достаточно странно я такой думаю блин проще дикси покупать просто домой на выходные там мелочевку достаточно странный магаз а такси посидел на лавочке поразмышлял знаете сразу остановил как будто вот только вышел и проснулся типа остановился мир вокруг и вот это вот ритм на кого-то шум окружающий социум ты просто останавливаешь сидишь и такой задумаешься начинаешь пролистывать что-то какие-то зацепившиеся движухи фразы либо речи либо просто но свое видение на какие-то взгляды для меня вспомнился разговор про блоги тоже и типа сразу люди почему-то такое степ сколько зарабатываешь до суток это достаточно примитивный вопрос и блин он для меня как-то дик стал хотя наверно ты сам постоянно спрашивал постоянно как появилась на такой тем это же не имеет значения типа это как знаете типа сколько ростом или вес ну то есть кота бзик как будто вот свои неполноценности не знаю может этому я так думаю странно что на этом делать акцент все делают даже вот сколько журналистов которые только благодаря этому и начали как-то двигаться хотя как журналистики вообще никакие это такая вечный вопрос вечная дилемма людей деньги том что принципе разницы никакой нет что ты там дороже что-то купишь или дешевле если человек привык к одному образу жизни и ему в принципе ну параллельно грубо говорят вот я допустим достаточно экономно доживу мне так нравится метод комфортных уже моя привычка и что-то менять я бы не хотел про то что я могу покупать дороже на мне начинают сразу как-то эти по зачем работать на сортир тоже такой и в этом продукт его зачем вот гонятся они за этими цифрами инфляции прочее подгоняют людей чтобы они гнались это такая как кошка за своим хвостом получается уже наверное стоит понять что не так это все работает если ты как бы тратить налево-направо ты никогда не но не будешь в принципе при деньгах если у тебя есть вредные привычки прочим то есть ты слишком много балласта это как вот знаете воздушный шар и он не может подняться выше потому что много балласта и вот так же тут но люди об этом думают им важно они хотят ничего не менять своей жизни но якобы благодаря других другим типа блогу или что-то какой-то гипер известности проще что вот деньги мне кажется это так не работают к это cringe наоборот бы хотелось навсегда задумывал забыть давайте движухи заниматься творчеством я знаю то ли моя зрелость либо ну как-то вот перевернула мне в какой-то момент я просто устала за этим но то есть наблюдать что массы постоянно гонятся за этим что у них главный вопрос это это и эти под тупо их разводят тупо не работают на сортир на свои вредные привычки которые в принципе сделаны рекламой большими корпорациям чтобы их иметь и иметь с их деньги то есть а люди даже не хотят из этого попробовать попробовать вы и выкрутить ну вот тупо даже там бери одну привычку да у тебя плюс там 6 тысяч 6 7 тысяч месяц это 70 это 70 тысяч в год представлять 70 это считает месяц работы ну а кто-то там на крутой равно типа крутой там работе это полмесяца работы или там не знаю в регионах наверно два месяца работы где-то 3 там месяца работа то есть 7 до если на пенсии ну то есть просто вот убрал привычку и пожалуйста это же на самом деле но парадоксально но никто этого не делает никто этого не делает и все равно больница за этими деньгами я уже не боялся не говорю никогда про деньги как это глупо блин это как это вот когда такой спрашивать сразу какое-то ощущение беспомощности человек саду на чувак еще не заработал денег почему это тебе так волнует неужели ты не типа не закрыл этот гидж гештальт раз тебя парят на каких-то копейках говорить но не знаю что человеку нужно и особенно с покупкой камеры вообще как-то но мне похлеб если мне что-то нужно это либо гипер много что у людей просто пачки от весны но типа они не могут просто вообразить и никогда такого не видели не слышать опять же смысл с ними говорите проект если для них это что-то облачное как не знаю со слесарем про луну рассказы про научную работу типа но не выкупит зачем тратить нервы себе и человеку чтобы он чувствовал какую-то беспомощность а ты просто тратишь время время дорого стоит вот ценный ресурс берегите время и как бы будет вам счастье меньше надо будет работать на деньги на корпорации коза это блин если ты есть у тебя еда ездить жить разве ты не счастлив разве тебе мало почему тебе мало да почему люди тебе должны внести деньги за что что ты даешь миру и вот с этого наверно начинается понимание что никто ничего не тебе не должен если что-то дают так это очень круто это здорово но в плане там за контент и прочее но ждать и как-то это уже какой-то хитрого и странная история но может я как-то грубо не знаю я просто часто вновь такое слышу причем от всех раз разных социальных положений людей так сейчас я подсниму голубей нужно вот им нужны деньги я думаю что нет им не нужны деньги абсолютно вот и мне чтобы снимать контент у меня есть все остальное мне не нужно мне вообще все равно так что я относительно спокоен и счастлив вот кстати в тот дом пошла где женщина интересно это какой-то стереотип я не знаю блин у меня всегда есть на еду на оплату комнатки с ребятами целом на контент я могу снимать это не требует денег я выбрал для себя искусство такое которое не требует денег принципе то есть абсолютно счастлив я чувствую свое спокойствие свободу они так тоже на картинами когда занимаешься ты думаешь как тебе купить холсты да но как бы я всегда с запасом и тупо я мог просто купить столько что никогда не закончу но то есть вперед тушите что-то важно я могу много в принципе там не знаю там 300 работ поставить и сколько мне надо рисовать но больше двух месяцев трех дух если прям активных вообще не вылезать опять же по вечерам если это конечно работать просто чисто на этом то блин за месяц опять же смотрю что а может быть и одну за год все зависит от того что ты делаешь если аттракцию то быстро все-таки бывало там долго что-то а бывало вообще там три подряд не знаю в течение часа это такое то есть творчество по-разному бывает от идей зависит не знаю я вот такой иду их чё-то сидел на лавочке и задумался про это блин но я наверно я наверное этого и хотел вообще в жизни мы в принципе получаем то что и хотим вот сейчас я иду через вот эти воспоминания да в этом дворе через там сколько лет девять и мне вот интересно было что передо мной как бы не ну все было как будто непонятным короче как закрыт что ли там что никого не знаю что еще не социальный плане того что как вообще все устроено как устроен мегаполис как тут живут что проходит у тебя есть да вот как раз тогда у меня был стереотипы помешанность на деньгах которые имеют чуть принципе не сгубила в стрипухе но типа это слишком ужасно что люди просто на тратить свою молодость в итоге денег у них нет все в зависимостях и прочее короче какой-то тильз гонясь за легкими деньгами ли я вот понял такую фиску если ты спокоен знаете как закон подлости типа если ты спокоен то у тебя в принципе они будут да если ты делаешь хороший продукт деньги тебе обеспечены ну то есть а если постоянно паришься думаешь как вот легче там заработать то их никогда не будет странно такой продукт и вот заметьте что во всех которые вот пытаются там быстро что-то сделать у них в принципе нет денег они амантюристы но у них никогда нет денег в том что в долгу они теряют и так во всех сферах было это пусть и чуваки которые там заказка хотят хоть крупный один и все да или только один не хотят по чуть-чуть по чуть-чуть и как какие-то крупные то есть медленно но верно я вот для себя пусть умедленно но верно что с аудитория что допустим с каким-то жизненными движухами ну то есть мне кажется она она логичнее эта история ли в целом она единственное что работает опять же лично для меня видите это было не всегда то есть это последние вот но несколько месяцев почему-то я вот такой поймал за может из-за того что ты как бы понимаю что так или иначе все равно люди не вечные не вечные и с деньгами без и в разных положениях все это достаточно быстро заканчивается и как бы смысл всю жизнь все оставшуюся жизнь бегать за своим хвостом не знаете дело ну как бы делайте что-то классное что-то как-то странно да звучит инфо-цыганский а и все инфо-цыгане которые говорят вот в этом зараза работаете 300 тысяч или миллионов как бы они просто обманывают а люди лохи которые вот да уж тут это все так в мире работают мы сейчас заработаем потом будем жить они короче в минусе и те живут за счет них а другие как бы еле-еле и вот так вот принципе работает эта история на самом деле точно такой кринжово а фишка не в цыгане куда фишка в этом мировоззрении людей которые просто ну как вот в поле чудес блин это же вообще всю жизнь была веками то есть вот как в мультике в сказке про поле чудес также и тут это очень странно окси там дворным что пройти это туда у меня такого нет как бы я не хочу бегать всю жизнь за своим хвостом я уже девять девять лет сосны в этой локации как париться про это все но то что как достаточно кринжово как бы даже странно все время думать об этом лучше уже просто делать свои движухи прикольный рисунок продукт в том что очень много потери но может так сказать с одной стороны это опыт с другой стороны конечно потерянное просто на и время вот на какие-то глупые иллюзии которые надуманные толпой толпой не особо развитой но в плане того что они просто не не имеют логического мышления но и достаточно примитивные нотик априори своем засанине даже своего носа не видят и какой-то ну только обертку поэтому на всем этом построены телек и прочих честно обертку или глаза короче пускают ну не знаю но ни один человек который в принципе делал много санда или многое прошел он как бы видит сквозь эту обертку в этом наверное фишка в этом стиль на люди как бы не видит ну и друг друга вот они считывают ищет лохов которые только на обертку смотрится так вот все это получается но хотя от жуликов никто не застрахован они достаточно изворотливы своей африори но и имеет свои огромные минусы в том что они тоже такие же лохи потому что собственно они хотят легкой и быстрой наживы но и за это платится своей жизнью в основном достаточно парадокс вот именно центре москвы как бы местные жители они по-другому чуть-чуть живут они ну или были хипстеры что ли может аля это по европейски то есть не живут своем ритме у них свой мир они вообще не знают о внешнем мире о том что происходит замка нам некоторые даже не были там как-то грубо говоря но есть им просто параллельных и как-то много духовных таких чуваков и чуев в плане творчества и вот это все движухи и они как-то легче относится многим вещам ну то есть проникшие вот больше чем оберток это у них есть я даже поражался почему они допустим достаточно но там скромно выглядят скромно там тратит скромно но практично им просто все равно это тоже на себя тряпок каких-то навешать а у тебя как бы никакой состоянии ведь их нищий в принципе но зато у тебя крутые тряпки пыль в глаза до лохов но опять же блин но не знаю мне просто это не нужно нет неинтересно давлен как-то это совсем уже по-детски ну типа не знаю странно что ли вышла из моды или стилька я реально но для меня это вообще дикая хрень когда я часто вижу сейчас вот ну типа в сторону патрика впадешь посмотрим что же такая стиль не знаю все просто хотят попасть к ним но и никогда не попадут это как в какую-то крутую тусовку планета каких-то объединений плане музыкальных движух если вот есть костяк такой тусовки давай туда никогда не попадете как бы в этом не хотели если вы не гипер крутой чем там что до полстраны хотят попасть 100 сотку того же там и хаски многих вот артистов не знаю молодых этих рэперов тоже то есть у них есть костяк который то пишет человек они друг друга двигают продвигаются соцсетям остальным на хрен нужно а люди хотят просто сотни туда попасть как-то за коннекция не коннекция не будут потому что вот у человека тоже определенный круг который но в большом просто физически туда будет терять себя и вот они в этом круге и общаются так и у моделей так у певцов артистов не знаю художников прочь вот есть там пара друзей это вот как говорят на одного человека там там три четыре друга и также и тут но ты не можешь там общаться со ста людьми одинаково то есть ты можешь общаться со ста людьми а в целом общаться с двумя то есть с другими просто делать вид там ну а я пред пока типа там просто ну по-человечески относиться так сотнями тысячами общаешься особенно любопытно философский получился но я знаю я просто не с чем учетом осуждения там кого-то а просто с тем учетом что реально мне какой-то дзен вот этого чувака типа который нью-йоркер мне нравится сумму раз вехал там хабаровск снимает из нью-йорка хабаровск снимает что-то пробует вот они там лесопилка там двигаться недорогая машина ну очень все это классно и подано интересно и в целом такой самобытный чувак мы из-за этого конечно аудитория хотят он тоже куче есть в плане того что вот это кому-то нужен даже не нью-йорке явление думаю это же мне такая же хрень пишет на тебя странно достаточно дом для центра москвы необычно как-то не вписывается на утрен такие и тут такой простое достаточно и порой вот стыд такой думаешь о своем вообще движение но и жизни в целом да и в дальнейшем но так не сильно но задумаешься эти такой думаешь наверно самое странное страшное то что выходишь то из рома за рамка искусства если ты его достаточно точь творческий человек но без этого видите это сколько лет прошло чтобы я это понял да опять же понял вот чисто даже спонтанно сам того как бы об этом сильно не задумывается почему-то понял эту движуху место намного легче вообще как-то жить работать там взаимодействие то есть не как будто вот прям вот знаете кого-то отдыхаешь короче видно нужен ресурс мне кажется у человека такая тема что вот требуется что-то что для него действительно важно если он это не будет делать то он будет постоянно угнетенным такая но хрень короче либо просто силы будут в никуда уходить слишком быстро причем хотя вы делаете обычные задачи не гипер там какие-то затратные по времени силам но силу вас будет постоянно мало то есть как будто они испарятся и вот когда эту тему понимаешь да фишку вот что что не хватает да для твоего джен у тебя сразу прилив сил потекает движуха ну короче все иначе не знаю это парадоксально короче но это вот так и по-другому не бывает я вот когда это понял да что же мне не хватает так сказать что все души не требуется как говорится это когда это понимаешь участвовать совсем вообще все по-другому сразу и блин тебе не парит многие глупые вещи на них не особо обращаешь внимание ты как бы ну полом типа вот есть пусть полом не знаю кота даже цен я больше вот когда мечетом спрашивать какие-то банальщины банальщина типа я больше понимаю не с точки зрения вот на себя да это я просто на блин чеки речи неужели вы так несчастны свои такие базовые какие-то вещи там про деньги или про какие-то семейные движухи ну типа спрашивайте неужели вас так хреново это же вообще база какая-то ну типа как-то странно что людям нужно только это это как-то родился пригодился и все ну по-моему блин это совсем как у собак как у кошек на тип барбин какой-то еще а зачем тогда придуман разум да зачем вот эти книги то искусство философия и прочее зачем если тебе нужно просто жить завести детей их воспитать все но типа в принципе ты ничего глобального не делаешь не двигаешь не общество не какой-то вся след не оставляешь но только глупые как дети которые могут просто отвернуться отец старости или еще что-то да или в принципе быть мудаками как бы такая история а ты а-ля сделал ношу что ты потратил силы на них хотя ты тупо просто не делал свое дело потратил на это дерьмо но типу это странно это странно это не осуждая я считаю это хорошо это здорово но типа оставить это приоритет и глупо потому что должны быть поля и дети и самого совершенства человека то есть личность а если это только вот нет личности а есть вот просто какие-то базы какая-то это конечно кринж не знаю ну я вот так как-то рассуждаю опять же каждому свое каждую удрость как он хочет живет своей жизнью и типа такое вот москва насчет этот максим нас всех посрать тут просто похуй как бы такая история потому что в основном я говорю толпа бегает за деньгами за какой-то самореализации для них это важно все остальное просто вбросы и типа двухсекундные речь который не им не вам не нужны так что так вот она обратно стянулся и свободу до из другой страны ну вот так вот мир как все на друг другу пух странно это наверно так и должно быть в принципе нет нормально вот не знаю такое у меня как понимание возникло может она тоже смеется но я учета понял что только знали норм что так норм что так в принципе должно быть но мне спокойно мне класс а так есть такой парадокс что одному человеку если важно другому абсолютно похуй это как в отношении но типа нереально что-то там ослепить или счетка что-то не возникнет если плохо это похуй то есть одному тема одна хороша как бы цель жизни блять он будет топить до последнего а другому похуй вот мне какие-то семейные движухи оля там про деньги как бы я там с одной стороны не был такой скряга и прочее но мне похуй а вот для других это важно но парадокс в том что это важно но у них не их нет но кому-то важных дети но детей нет как бы важны деньги денег нет ну блять такое я знаю уж уже забейте хуй тогда если у вас этого нет а если у тебя это есть то зачем об этом думать это как знаете вот есть вещь что ты купил вот и хочешь 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 там какой-то подарок да себе там или кому-то подарить не знали цветоваж ты купил все у тебя типа закрывается и ты ну равнодушен и тут так вот если у тебя как бы деньги парите постоянно или там какие-то ну там детей завести то блять но заведи ты и все из-за вали его но типа в такая стулья не знаю короче это очень интересная штука но я считаю что достаточно люди все равно все одинаково всем одинаковое хочется и все по одинаковому страдают и хз такое но важно стремиться важно чтобы человеку было интересно поставить постоянно было интересно к чему-то шло почему попрошать что спрашивали такое гонения кричьи типа не о чем тебе с меня на этой лавочке мы уже как в америке блин раньше тут не было как бомжей причем это покровка центра очень москвы чудо бомж и валяются на остановке и вот уже не первый раз такая история наблюдается но вот к за просто всем в пану блять его убирать потому что воняет он делить дико чувакам там на казакопейской зарплаты блять его тащить не особо хочется и вот он лежит и они постоянно тут лежат и именно на этой остановке блять никогда такого не было на этой остановке прям в центре москвы не знаю на покровке пиздец как продаваться когда везде лухарь и вся эта хуйня инфраструктура ресторан и поспаляется бомж который дико пахнет ну типа он его никуда не отводят не реабилитирует ничего символ опять же вот кстати парадокс в том что блять почему одним много вот меня всегда парадоксально было что одним очень много других типа ничего но такая не то что в обиду да а почему вот такое ну мне кажется и просто вот если у тебя что-то есть и на просто быть за это благодарным да а как бы блять надеяться и ждать что именно мир тебе должен да хуя какая-то за что тебе должен мир ну как бы ты человек ничего не делаешь речевик там ничего не делаешь такого колоссального чтобы все на тебя были там молились и куча аудитории у тебя было фэном блять тоже такая надутая поебень у кого-то она просто есть а люди видят эти примеры из-за этого очень страдающих людей эти вот так как затем а когда едут голливуд ну допустим едут голливуд чтобы допустим стать какой-то мировой звездой покорить голливуд и в итоге там просто из 100 человек может быть из тысячи человек один попадает но в итоге они делают там пластики зубы и прочее работают официантами и вот такая же тут история то есть тут из-за денег сотни просто людей которые хотят и как-то пробиться еще что-то пробивать единицы и в принципе это нормально нормально и так в принципе должно быть но потому что если будет так легко уже такого хотеть нибудь не хотят ведь я просто тоже думаю такие движущие у меня были когда это не стал быть дохуя известным и вот этот стереотип у меня был а потом когда-то уже начинаешь с этим как-то взаимодействовать и блять ты видишь как те проза и и будут люди тоже не хочешь проведет никакой это известность тебе абсолютно насрать потому что вот когда человек занят он что-то реально хорошая достойно известность она в принципе приходит грубо говоря да и она часто мешает это с такой парадокс потому что я вот даже там играю да когда мне человек переполнен мне трудно делать свой процесс получать удовольствие от этого процесса это тупо мешает и также это когда ты идешь там по своим делам аля на работу или там не знаю поесть или зачем-то с какой-то вещью тебя заебывают метро или вот такой конечно так стоит поэтому смысл за этим дерьмо гонятся не поянули люди гонятся которые в принципе их они делали а так я вот даже как-то с другой точки зрения посмотрел и типа ты такой думаешь сразу что блять неужели я вот этого хотел и сейчас у меня такого нет пусть просто снимать вот какой-то процесс где-то знаете меня париться там прям снимать упор блять подходить делать чтобы только ушел а остальное достаточно неважно ну вот сейчас вышел на самом деле выходной уже есть контент есть что будет слепить интересные лилции просто для души такие философские короче музыка все наложу сейчас другой формат пробую интересный просто душевно как ангеле я еще понял такую вещь вот у меня есть характер что ты признаешь какие-то ошибки с ты где-то не прав и понимаешь блять это твой загон это просто слишком критично какой-то ну достаточно обывательской глупой ситуации ты слишком топишь блять как так мир несправедливо ли какие-то люди мудаки короче как-то абстрагируешься от эго и ты понимаешь что блять все ошибаются и люди это в принципе такая вещь которая цену но хочет завтра он хочет еще другое заодно сегодня он заодно топит оверхак люто а потом вообще это ему и не нужно заметил такую тему что все закрасили граффити все убрали перекрасили переделали короче заведение поменяли ну то есть тут по-другому уже все стало на самом деле на на парковка здесь час 380 рублей чтобы пойму оставлен абсолютно все заставленного там маянки полно доставили континенталь старый так конечно чая не парюсь тут смотри это мега стилё очка просто бать ну что там у нас схожу в туалет или нет сходил собственно я в тот туалет выходит хоть тинейджер он видно там сразу и не смывал мой была дико потом короче взял я это лет просто хочу сходил я войне вроде ушла я открыла воду потому что вода спасает этот и заходит девка я такой вот по-любому подумал что это явно вонял как-то как пёс тинейджер вообще там походу тужился тоже вонял а там вентиляция хреново старичок кринжовый момент я уже в принципе иду сторону тверской наблюдаю тут за городом поймался на мысль что скоро мне станет скучно мне кажется одно и то же наблюдать ну хз может такой день но в целом на самом деле футазы есть сейчас еще дойду думаю может что-то еще повернется интересно надо изучать какие-то новые более места и какие-то дворы но странно все зарисовали то есть жкх-шники все закрасили в плане граффити как бы и сейчас о стикерах особо ну нет смысла о себе думать хотя хз ну просто все самые руины как бы эти сцены так сказать там стены где были все закрашены мега сейчас все полностью исправили значит какой ночь это это закон что ли может вышли не знаю вроде ничего такого не было ну вот москве сне просто закрашивается и так каждый год хз но всегда там было прям вообще в устроен всего зарисовано граффити а сейчас не знаю чем это связано но снимаю город потихоньку все-таки первостепенно мне подожи и это все так просто машина в принципе я подснял это разбавит так сказать тема тоже будет интересна вот подсобес посмотрим что тоже пишется в кадр хотел сказать что типа вот все надо искать новое место потому что что-то мало футажей мало каких-то эпичных и классных кадров и вот они собственно нашлись пару кадров у меня уже есть которые такие мне кажется но даже непонятно что будет на посте но мне кажется они прямо вписываться в эту ландшафт и я очень даже довольна что вышел просто еще впереди куча часов хочется провести это в центре и и собственно наблюдать за городом разговаривал про граффити всю эту тему и собственно пришли ко мне стикеры в общем и целом тема такая мне нужно договориться с какими-то во первых художниками которые рисуют на стенах чтобы поснимать их как придет камера это первое и второе для футажей собственно для своего шаурила да и второе с какими-то скейтерами по снимать когда они катаются я думаю это будет им всем приятно а мне как бы контент в принципе на мой канал и им лишняя медика в этой теме помешают они достаточно творческие такие разгильдяи может поснимать интервью это было бы здорово вообще так сказать в эту стезю нырнуть и потом нужно будет мотоклуб какой-то мотоциклист не обязательно с королями может гонщиками да можно потом гонщиками с тачками это будет отлично тоже хороший контент ну и просто все это добить мотками смотками уличными и прочим тогда будет шаурил очень насыщенный классный живописный туда еще девчонок разных каким-то стрип-клубы и прочее вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Снимал футажи уже Тут что-то все переделывают, строят Видно дороги Лентуса или что-то Все у нас тут делают По красоте, чтобы было Гет-31 Валять Вот это видов, да, в рейстике Сидят, делают Прикольно И вон дорогой рейстик Ах, кинжатина Так в целом прикольно Футажи есть Самое главное Все, погнали А я дальше В сторону Арбата И, наверное, надо домой уже ехать Чуть-чуть сегодня, видно, рано выехал Подснял Чуть-чуть неудобно эти кроссовки Надо их-то разносить Разносить там же так не особо удобно До вечера уже не пробудут Может, еще раз съезжу Пока в целом нормально Даже более чем Телл продает цветы Типа выходит на дорогу И продается на цветы Ну, типа местные попрошайки Или как Не знаю Местный колорит Продает цветочки Мне подснять Вон он с букетом идет Он уходит на прям дорогу И, короче, в окно всем говорит В окно говорит Вам цветочки нужны? Сейчас до чего Докопался Возьми цветы Чем больше сюда приезжаешь Тем больше ощущений Как будто ты вышел из дома И просто у себя там Во дворе Или на выгонке ходишь Гуляешь по этой деревне, типа Ну, потому что Прикиньте, каждый день Ездите уже на протяжении Долгого времени И все становится знакомо Это я еще не был Не тусил там А, ну, только чуть-чуть Вот, когда работал Солонь на Патри Вот так Конечно, если бы я еще Тусил в местах Было бы вообще Было бы прикольно Хорошая атмосфера Там есть вот какая-то вот Такая духовная стука Что ли Не знаю Поэтому и притягивает туда Какая-то свобода Ну и понты дешевых там много Смотрю фотографов там Сейчас, которые подхватили И фоткают с большими Фотопоратами Это медная Местная молодежь там Аля Псевдоуспешных Псевдобогатых Всех про форсеток Инфо-цыгана Короче, балаболов И прочее Всю это рвань Но у них в основных Нет денег Зато Что-то там Хотя почему Они снимают Арендованные тачки И прочее Ну, может, даже не арендованные Но сколько народа обманули Они И какой сам продукт Тоже Не знаю Я не осуждаю Мне параллельно Осуждать слишком много А так Такой кринс Угораешься Ты все движухи Успешный успех Не знаю Каждому свое Мне он снимать Кайфо Кстати А, я сказала Стикеры пришли И переходник На М42 То есть Можно будет купить Геллиус Война Просто это все Поставить на зевишку Геллиус Зенит Ну, от Зенита Геллиус 44 Там И нормально Снимать творческие съемки Но я говорю У меня надо много футажей сделать И много кого подснять Нужно еще найти Именно персонажей Чтобы Подснять Как идут Варки Там еще что-то Будет интересно Скоро Бабжу Увидим Он очень Уезжайте 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 Ну, он не хочет уезжать Он не хочет уезжать Он тут постоянно тусует Но Как бы Очень живучий чувак Странно Это вот кому как суждено А реально Видно Кто-то вызвал Потому что это Какая-то такая история Вот Скорая как бы Приехала Потому что Не могут не приехать И он просто И он просто не поехал С ними Да я думаю Что они его бы Не стали забирать Но я видела Что подошли Интересно Эта же картина Напротив этих всех Дорогих Модных ресторанов И прочее Не знаю Кринш-кринш Говорят Про Нью-Йорк Что там бомжи И тоже Бутики Манхэттен И прочее Да тут Такая же тема Это абсолютно Везде Во всех Мегаполисах Как бы Это неизбежная история Потому что У кого-то Очень много У кого-то Не всего Плюс Очень много Привычек Каких-то Дурных И Типа Такова жизнь Таков Мир В принципе И везде Одинаково Везде Люди Похожи То есть И движущие Как бы Движут Ими Примерно То же самое Мог Десять раз Уехать Домой В принципе Потому что Аля Маловна Снимала Оно И остался И конечно Фрагментов Очень много Тут просто Надо быть В этой среде В городе Типа И город тебе Просто Приносит Все Писи Так сказать Для размышления Футажи Кадры Насчет этого Типа И тебе не нужно Платить Это и есть Ритм Вот наверное Смысл Мегаполисов В том что Ну вот Лично Для моей души Это просто Имба Реально Я вышел Раз 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 У меня уже есть Контент И это Обалденно Как-то Не знаю Можно о многом Пофилософствовать Посидеть Конечно Если бы была Локация там Но ничего Со временем Будем приходить Сейчас начать Надо снимать Людей Заказчиков Таких Достаточно Интересно И тогда уже Будет понятно И видно Все это А так В принципе В целом Для начала Неплохо Даже Более Чем Неплохо Особенно То что я Наснимал На телефон Как бы И продолжаю Снимать Это очень Даже круто Мало Кто так Делал За короткий Промежуток Времени Опять же Я никуда Не спешу И фишка В процессе Именно Поймать То что тебе Прям нравится Наверное Самое важное В жизни Поймать То что тебе Нравится И просто Ни застой Ни перед чем Не останавливаться Действовать Кайфовать От этого Процесса И все У вас Будет А вечная Погоня За деньгами Какой-то Востребованностью Там Популярностью Или Чем-то Круче Чем у соседа Мне кажется Это просто Хрень Не знаю Вот такой Стилек Тут Проблема В том Что Тяжело Из-за того Что Во-первых Много Свободы И много Выбора В принципе Найти То что тебе будет Прямо нравиться Долго И упорно Вот это Действительно Важная история И вот это Сложно Потому что Многое надоедает Потому что Многое можешь Попробовать В плане Ну так во всем В жизни Даже Каким-то Займать Отношениям С людьми Тяжело С одними И теми же людьми Потому что Их много То есть Ты можешь Поменять Особенно в соцсетях Это видно Там раз Заблокировал Ты уже не общаешься Все это Изи Изи В жизни Примерно так же Но почему-то Это как-то сложнее Людям сделать Бояться Обидеть И еще Прочее Но Если это действует Как в соцсетях А субмедийные люди Так в принципе И действуют То нам Много легче жить Ну и с другой стороны Не цепляться Не заст Тоже вот эти связи Там долгие Которые Поддерживают Общение И прочее Они часто Ну как-то Скрепляют В плане этого А если тебе вообще Насрать То И держать тебе Вряд ли что Будет Да И Ну Тоже Такая Социофобия Получается Если тебе Параллельно Людей И тебе Ничего Не Как бы Но ты не дорожишь В принципе Обществом То Как-то Значит Это все Так Ну пофиг Короче Ты абсолютно Свободен С одной стороны Но с другой Стороны Тебе от этого Даже и Сложнее Ну людям Сложнее Тебе Это пофиг Но это не Для коммуникации Мне кажется Потому что Для коммуникации Все-таки Нужно Как-то С людьми Крепче Стоит Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Практичный... Тут тоже прикольная, интересная улица... Достаточно такая своеобразная... Тут по-своему... И вот... Иду на Третьяковку... Надеюсь, я правильно иду... И в метро домой уже... Зайду, куплю кофе... И все, буду чилить... Где-то нога разбалялась... Надо разносить кроссовки... Пока неудобно... Ну и прошло я достаточно много, если честно... Очень много... Я пошел с Бааманской до Патриков... Потом на Кропоткинскую... Да, я только сейчас понял... Делать они в кроссовках... Это приличное расстояние... Где-то 20 тысяч... Думаю, 25 тысяч шагов... Я обычно делаю вот за такой вот... Промежуток времени... Бывает больше... Бывает там... 27 тысяч... Шагов... Ну, бывает меньше... Плюс-минус, опять же, я не знаю... Там ВКонтакте мне показывается... Успел наблуждать тут... Вот еще... Третьяковское метро... Метро Третьяковка... В этих дворах... Где-то здесь просто нужно свернуть... Именно через дворы пройти... И тогда она будет... Вообще, по идее... Как показывает карта... Это вообще в двух шагах... Насколько я понимаю... Да... Вот, в принципе, все туда идут... Я думаю, там метро... Там, скорее всего, есть... Что, ребяточки... Вы не поверите... На первом маке тоже есть контент... Я только выхожу из метро... Попрошайки стоят... Что-то там... Орут... Подснял, собственно... Да, еще закат был топовый... Бабульку Факснял... Топовую... Вот и натоптешь, видите... Из этого... Вот мой ужин... You bet... Так... Ну что, запускаем... Что-то два... Прямо...